Привет, это Freelancer по жизни. Продолжаем изучать JavaScript и сегодня поговорим о функциях. А именно, научимся создавать функции разными способами, познакомимся с рекурсией и функциями-стрелками. Ну и конечно же, научимся планировать их запуск. Вперед! Итак, чаще всего создавать функции мы будем одним из двух способов. Это объявлять функции, function declaration, либо строить функциональные выражения, function expression. Для того, чтобы объявить функцию, нужно записать ключевое слово function, после этого имя функции. И поскольку функцию можно передавать необязательные параметры через запятую, то для них пишем круглые скобки. После этого открываем фигурные скобки, внутри которых мы записываем тело функции, собственно, выполняемый код. Пара слов про имена функции. Поскольку функция это действие, то ее имя, как правило, является глаголом. Создать что-то, вывести что-то, посчитать что-то и так далее. Имя должно быть простым и точно характеризовать действие, которое выполняется в теле функции. Это очень важно для читабельности кода. Также в имени, как правило, используются определенные префиксы, обозначающие действия, после которых уже исследует объект действий. Например, функции начинающиеся. Show обычно что-то показывают. Get возвращают значение. Calc что-то вычисляют. Create создают. Check проверяют и так далее. Простые примеры. Show message, показать сообщение. Get options, получить параметры. Calc sum, посчитать сумму. Ниже у меня здесь пример простой функции с именем show message, которая выводит некое сообщение в консоль. Итак, назвать назвали, тело функции написали, но ничего не происходит. А все потому, что для выполнения кода внутри функции, эту функцию нужно вызвать. Простыми словами, запустить. Для этого мы пишем имя функции с круглыми скобками. Сохраняем и в этот момент у нас происходит выполнение тела функции. То есть выполняется код внутри нее. Причем запускать функцию мы можем как после ее объявления, так и перед, а также множество раз. И код функции выполнится столько раз, сколько произведено ее вызовом. Этот пример очень хорошо объясняет основное предназначение функции избавления от дублирования кода. И очень удобно, если нам нужно что-то изменить, нам достаточно сделать это в одном месте, в теле соответствующей функции. Функцию можно без проблем вкладывать внутрь другой функции. Запускать ее там и все будет отлично работать. Но попытка вызвать дочернюю функцию за пределами родительской вызовет ошибку. Кстати, в строгом режиме, если функция объявлена внутри некого блока, например, блока if, то за его пределами вызвать функцию не получится. Мы увидим ошибку. Как это решить, мы рассмотрим позже. Вспомним урок про переменные, а именно про их область видимости. Так вот, если объявить переменную внутри функции, то за ее пределами она не будет видна, и попытка с ней взаимодействовать вызовет ошибку. Такая переменная, объявленная внутри функции, называется локальной переменной. В то же время, если мы объявим переменную за пределами функции, то такая переменная будет видна как внутри функции, так и за ее пределами. Такая переменная называется внешней. Очень удобно использовать внешние переменные, когда они нам понадобятся за пределами функции, но в то же время функция их наполняет значением. Это мы сейчас и видим в этом примере, когда у нас переменная объявлена без значения Далее мы выполняем функцию, внутри которой переменной присваивается строка сообщения И, собственно, теперь переменную мы выводим в консоль Но, если мы выведем в консоль переменную еще до выполнения функции, то мы получим undefined В случае, если мы объявим и внешнюю, и локальную переменную с одним и тем же именем То это будут абсолютно две разные переменные и жить они будут каждая своей жизнью Именно это мы и видим в примере Внешние переменные, объявленные за пределами всех-всех функций, называют глобальными Как, например, вот эта, global var Такую переменную видно внутри каждой функции и за их пределами Но в современном коде использования глобальных стараются свести к минимуму Хотя они могут быть весьма полезны для хранения информации, которая является общей для всей программы Как я уже говорил, в функцию можно передавать некие параметры, их еще называют аргументами Соответственно, работа функции будет зависеть от этих аргументов Передать параметры в функцию мы можем в момент ее вызова Например, здесь передаются два параметра, цифра 1 и цифра 2 Разделять их стоит запятой В момент, когда это происходит, эти значения копируются в локальные переменные Которые нам необходимо указать в момент объявления функции внутри круглых скобов В данном случае это произвольные имена num1 и num2 Разделять их тоже стоит запятыми Напомню, что локальные переменные будут видны только внутри функции и не будут видны за ее пределами Если при вызове такой функции мы передадим не все значения переменных Либо не передадим вообще никаких значений То эти переменные будут возвращать undefined Мы можем указать значения по умолчанию Для этого прямо здесь, когда мы объявляем функцию Мы можем присвоить переменным некие значения И в момент, когда мы не будем передавать параметра для этой переменной Будет использоваться именно это значение по умолчанию Но если мы параметры передадим, то будут использоваться уже именно они Стоит отметить, что в старых версиях JavaScript нельзя было указывать переменные по умолчанию Таким образом, поэтому приходилось делать дополнительные проверки Например, с помощью оператора или В качестве передаваемых параметров, в принципе, точно так же, как и в качестве значений по умолчанию Могут использоваться и другие функции Посмотрим на этот пример, где реализованы так называемые функции callback Итак, в основную функцию calc.sum мы передаем 4 параметра Цифру 1, цифру 5 и две функции ShowMoreMessage и ShowLessMessage Все это копируется в некие переменные Далее происходит вычисление И в зависимости от результата и от условия Мы выполняем функцию callback Ту или иную Если у нас результат вычисления больше 3 То соответствующее сообщение мы получаем Если меньше 3, то соответствующее Функции умеют возвращать результат своей работы Для этого используется директива return Эту директиву можно писать в любом месте тела функции И как только работа доходит до этого места Функция прекращает свою работу И весь код, который будет находиться ниже, не выполняется В данном случае функция calc.sum выполняет простое сложение параметров Которые в нее передаются А также возвращает полученный результат Этот результат мы можем получить в переменную Присвоив ей саму функцию с параметр Очень важно писать директиву return С ее значением в одну строку Если записать вот таким образом Мы получим пустой результат Это происходит потому что Return можно записывать и без значения Тогда вернется пустой результат И используется тогда, когда мы хотим В тот или иной момент прекратить работу функции Как я уже говорил В процессе выполнения той или иной задачи Внутри функции могут быть реализованы Другие функции для выполнения подзадач Также могут быть вызваны некие функции извне В случае, когда функция вызывает саму себя Называется рекурсией Разберем на примере вот такой вот вычислительной функции Где по той или иной причине нам необходимо переменную Резулт умножить на параметр num1 num2 раз Это делается с помощью цикла И возвращается результат в зависимости от переданных параметров Так вот, то же самое можно записать с помощью рекурсии Здесь функция calc.sum в определенный момент вызывает саму себя Передавая немного другие параметры Количество таких вложенных вызовов Называется глубиной рекурсии И ограничивается движком javascript Но смело можно рассчитывать на 10 тысяч вложенных вызовов Для решения большого количества задач Именно рекурсивный метод Позволяет реализовать более простой код Который легче поддерживать Отлично! И поговорим об еще одном синтексисе Создание функции Это функциональное выражение Или function expressions Для того, чтобы построить функциональное выражение Достаточно объявить переменную И присвоить ей функцию без имени Других отличий в синтексисе нет Кроме того, что обязательно в конце нужно поставить точку запятой Вызвать такую функцию Можно написав имя переменной И обязательно добавив круглые скобки Примечательно то, что в переменную Мы можем скопировать и ранее объявленную функцию С помощью function declaration Вот таким вот образом И теперь мы можем вызывать функцию Как ее непосредственным названием Так и с помощью переменной с круглыми скобками Обращаем внимание, что в момент копирования Функция не выполняется Так как нет круглых скобок Так в чем же принципиальное отличие Между объявлением функции И функциональным выражением Дело в том, что когда мы объявляем функцию Вызвать ее мы можем из любого места программы До объявления функции После объявления функции И так далее Когда мы строим функциональное выражение То вызвать его мы можем только после его создания Как вы уже поняли Чаще всего для создания функции Используют именно объявления функции Function declaration Но тем не менее Функциональные выражения имеют место быть Вспоминаем проблему Когда функция объявленная внутри Некого блока Абсолютно никак не видна за его пределами Вот здесь нам на помощь придет функциональное выражение Объявив переменную за пределами блока Далее присвоив ей некую функцию Мы сможем вызывать ее из любого места программы Существует еще один более простой синтаксис Записи функционального выражения Называется он функция стрелка Либо стрелочная функция Arrow function Посмотрим например Здесь у нас есть классическое функциональное выражение Имя переменной Которой присвоено функции С некими параметрами И возвращается в выражение Попробуем записать это с помощью функции стрелки Также у нас есть имя переменной Но здесь упущено слово function И фигурные скобки Вместо этого добавлен вот такой вот значок стрелки В итоге переменной сразу присвоится выражение Конечно же в зависимости от параметра Такая запись намного проще Реальный пример такой функции выглядит следующим образом Объявляем переменную getMessage Которой присваиваем функцию Получая два параметра Далее мы собственно занимаемся сложением строк И возвращаем все это дело автоматически в переменную getMessage В итоге я вывожу в консоль эту функцию Вызывая ее с параметрами Привет и Вася В итоге мы получаем вот такое красивое приветствие Привет Вася Это был пример однострочной стрелочной функции Но если наше тело функции сложнее То мы можем использовать многострочную стрелочную функцию Отличие в том, что нам понадобятся фигурные скобки И уже внутри мы пишем программу И также необходимо обязательно добавить директиву return Которая вернет значение В JavaScript существует возможность вызывать функцию не сразу А с определенной задержкой Называется это планированием вызова функции Чтобы реализовать планирование существует два метода SetTimeout позволяет вызвать функцию один раз Через определенный интервал времени И SetInterval позволяет вызывать функцию регулярно Повторяя вызов через определенный интервал времени Синтаксис у них в принципе одинаков Отличаются только самими названиями методов Допустим у нас есть простая функция Которая выводит сообщение в консоль Но вывести мы сообщение хотим не сразу А спустя например 3 секунды Для этого пишем SetTimeout Далее указываем имя функции Важно указывать нужно без круглых скобок Далее пишем задержку в миллисекундах 3000 миллисекунд это 3 секунды И передаем некие параметры Привет и Вася Так вот сохраняем Ждем 3 секунды И сообщение появляется Поменяем SetTimeout на SetInterval Ну и скажем уменьшим задержку И посмотрим что будет Отлично у нас выводится сообщение Каждые полсекунды Стоит отметить что такие методы планирования Не гарантируют точную задержку Так как время зависит от многих факторов Загруженность процессора Экономия батареи ноутбука И так далее Но тем не менее Заменить SetInterval мы можем На рекурсивный SetTimeout Выглядит это следующим образом Изначально мы вызываем функцию задержкой Передавая ей параметры Но и внутри самой функции Мы опять пишем SetTimeout И вызываем саму себя Именно такой подход Даст более точную задержку Рассмотрим еще один пример Где с задержкой в одну секунду Мы будем в консоль выводить число При этом увеличивая его на единицу Все замечательно работает И если мы хотим остановиться Скажем на числе 5 И дальше функцию не выполнять Нам достаточно здесь указать условие Где переменная num должна быть меньше 5 Вот таким образом И теперь наши условные часики Дотикают только до 5 включительно Раз уж мы заговорили про отмену действия То стоит упомянуть про такую штуку Как ClearTimeout Что она делает Она останавливает работу SetTimeout Объявленного ранее И для того чтобы все сработало Нужно присвоить SetTimeout Какой-то переменной И при определенном условии Мы пишем ClearTimeout И указываем в круглых скобках Эту самую переменную Таким образом мы останавливаем действие Посмотрим как это все будет работать Так И как только условие удовлетворено Срабатывает ClearTimeout Задержка Прекращает работу И функция останавливается Точно такая же штука существует И для SetInterval Опять же присваиваем SetInterval Некой переменной И дальше при определенном условии Пишем ClearInterval И указываем имя переменной И все это дело у нас остановится Перед тем как мы перейдем к домашке Я напомню о том что стоит стремиться К тому чтобы функции были простые Короткие и выполняли только какое-то одно действие Если нам нужно выполнить несколько функций одновременно Мы можем использовать еще одну функцию для объединения Посмотрим на этот пример Здесь мы видим три функции Первая функция CreateMessage создает строку из параметров Вторая функция ShowMessage Выводит готовую строку в консоль И третья функция InitMessage Объединяет эти два действия Передавая функцию ShowMessage CreateMessage с некоторыми параметрами В итоге нам достаточно вызвать Только одну функцию InitMessage Передав некие строки Но если нам понадобится То где-то в другом месте программы Мы можем отдельно вызвать каждую функцию Которая выполнит свое предназначение Домашка Конечно же учим теорию Пересматриваем это видео Запоминаем Ну и решим пару задач Задача первая Кто попадет в консоль первым Вася или Коля Задача вторая Верно ли вызвана функция Задача третья Верно ли вызвана функция И задача четвертая Как решить возникшую проблему Успехов Обучайся, развивайся и помни Живи А работай в свободное время Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok